Добрый день. Большое спасибо за приглашение. Хотелось бы сказать, что вся эта история между Италией и Россией, вот это профессор Лурия справа, это один из основателей международной нейропсихологии. И есть прекрасное взаимодействие между Италией и Россией. Например, профессор Джузеппе Косово, Патри Теребезяки, это все почетные профессора нейропсихологии, которые проводят время здесь, в Москве и в Санкт-Петербурге, они работают в сфере нейропсихологии, и они прекрасно говорят по-русски. Я, правда, к сожалению, нет, и я приношу свои извинения. Что я сделаю сегодня? Я сделаю попытку дать определение, которое касается принятия решения, потому что хотелось бы проиллюстрировать вам нейробиологические крылья, вот таких комплексных видов поведения в человеческом обществе. Принятие решения касается предпочтений, выбора поступков и оценки исходов, либо просто это может быть какой-то единичный выбор в отличие от множественных опций. И в течение нашей жизни мы делаем тысячи решений прямо в течение одного дня, и эти решения отличаются друг от друга, они касаются того, что мы едим, какие, скажем, виды терапии используют при заболевании, как мы решаем, если мы, скажем, являемся докторами или пациентами. Существует два компонента, которые участвуют в этой игре. Первый – это когнитивный уровень. Мы знаем, что наш мозг – это не компьютер. Есть еще второй компонент, который релевантен, когда мы принимаем любого вида решения, даже в профессиональном окружении. И второй компонент – это эмоции. И иногда эмоции, и когнитивный уровень, они вступают в конфликт между собой. Например, давайте возьмем вот такой пример карты. Если мы хотим пойти куда-нибудь на море или поехать туда, можно несколько траекторий выстраивать, это действительно когнитивное решение. Давайте второй пример приведем. Скажем, в этом случае, я думаю, что если, скажем, пожар возникает, представьте, там кто-то из членов вашей семьи в пожаре, ваше решение будет связано с эмоциональным компотентом. Если посмотреть на нейронуку, анатомические корреляты между эмоциями и когнитивными нами отличаются. Когнитивность представлена в картикальных слоях, в то время как субкартикальные структуры играют очень важную роль, контролируя наши эмоции. Поэтому существует нейробиологический конфликт между нейронами и сетями. Говоря о проблеме внутреннего конфликта между когнитивным и эмоциональным уровнями, очень важная проблема заключается в том, что если мы будем принимать внимание, процесс принятия решения в релевантной ситуации, например, в определении клинико-фармагологического лечения, или мы также будем рассматривать семантический код, который используется. Почему, скажем, нам бы не подумать о комплексном языке, например, неформального согласия, когда речь идет о согласии, тут и эмоциональный, и когнитивный компотент повлекается. То же самое касается и пациента. Я думаю, что моральные соображения тоже прекрасный пример для того, чтобы понимать конфликт между эмоциональным и когнитивным. В самом начале, определяя аспект моральных аргументов, например, Колдер был тот или первый, кто попытался дать прекрасное определение моральным размышлениям. Он дает очень много деталей, которые касаются когнитивных коррелятов моральных соображений. Но в 1980-х стало понятно, что также эмоциональный компонент является очень важным в моральных размышлениях. Например, происхождение человеческой морали также классифицируется рядом эмоций, таких как, скажем, забота, сотрудничество, симпатия и эмпатия. И мы прекрасно знаем, как врачи, что вот эти процессы чрезвычайно важны, когда мы заботимся о пациенте, особенно пациенту с хроническими заболеваниями. Опять-таки, нейронаука пытается вставить в мотыли принятие решения, поскольку это одно из более комплексных поведений человека. И очень важно объяснить это, создавая рамку математических моделей. Например, базинская модель, которая основана на вероятностных решениях. Если, скажем, делается математическая калькуляция, можно сказать, что еда в Макдональдсе не очень хороша для здоровья. И все согласны с этим. Но вопрос заключается в том, насколько это человеческое решение, поскольку существует много людей, которые в любом случае пойдут в Макдональдс, даже, может быть, те, кто присутствует в аудитории. Другая проблема заключается в том, что когда мы берем на себя риск, то есть здесь мы говорим о мифах, потому что здесь не только математические калькуляции важны, как, скажем, в генетике. Тут другое. Принятие, моделью принятия решений должны вовлекать когнитивные и эмоциональные компоненты и создает нейробиологические коррелята этих процессов. Когда мы заходим дальше с моделью принятия решений, мы видим, что, скажем, в рамках этой модели существуют различные компоненты обучения, опыт и сравнение того, что вы делаете в отношении, скажем, решения, там, тропедической траектории. И предиктивная составляющая, прогнозирование. Очень много когнитивных компонентов является частью этих компонентов, и также эмоции. И как мы видим, заглядывая дальше на различные когнитивные и эмоциональные компоненты, мы видим, что есть невроимиджинги и экстремерменты, которые различаются различной нейронной системой, здесь играют различные роли. Очень важный компонент – это свободная воля. Свободная воля – это компонент, который устанавливает правила информированного согласия. Свободная воля – это часть принятия решений, и это очень интересно. Что нам говорит нейронаука? Она говорит о том, что, например, мозг, кажется, он до того, как мы решаем уже сделать движение, мозг уже решил, что сделать. И существует ряд экспериментов, и я, конечно, могу утверждать, что есть доказательства того, что уже можно измерить потенциал готовности, который созревает мозгу, прежде чем вы начинаете осуществлять какое-то действие в любом экспериментальном окружении. Вот что происходит в нормальных субъектах. Но мы также обсуждаем тему, которая касается пациентов. Например, неврологические или нейрохирургические аспекты у пациентов. В этом случае различные нарушения в мозгу затрудняют принятие решения, поэтому мы должны также позаботиться об этих аспектах, и мы должны это внедрить в модели. Насколько принять решение регулируется вот такой дихотомией между эмоциональным и когнитивным? Да, недавно мы продемонстрировали, что у нормальных, здоровых субъектов, что чем выше информировано тело, тем больше существует степень риска. И здесь идет регулирование со стороны мозга, что может вызываться принятие различных вариантов решения. И я хочу сказать, почему пациенты и доктора делают рациональное, принимают рациональное решение в отношении терапии иногда. И я хочу дать вам несколько примеров, которые есть в Италии. Безусловно, хотелось бы также связать это с культурными примерами. Для меня это проще. Давайте с Бонифачо Сэром. Это доктор Бонифачо предложил использовать такой состав. И он считает, что эффективность при лечении рака зависит, естественно, от многих компонентов. Там вот была такая история в прессе, которая касалась вот одного из случаев. Я вот хочу сейчас этот слайд вам показать, но у меня не двигается. Вот что у нас было раньше. Де Дебелла, мультитерапия. Может быть, вы знаете эту историю. Доктор Дебелла в 1997 году недавно предложил это в качестве альтернативной терапии рака. Без всяких каких-либо научных доказательств. И вот министерство в Италии решило начать формальные исследования, что очень странно, потому что не было никаких научных доказательств эффективности подхода. И сто пациентов умерли из-за Дебеллы. И вот был предложен курс стамина в качестве терапии тоже. И я, кстати, сама невролог. И опять-таки никаких научных доказательств эффективности не было. Давид Вернони, который был психолог, он поддерживал это со стороны фонда стамина. Очень важный фонд. И он был президентом этого фонда. Давид Вернони в конце концов в результате был осужден за вот такие лженаучные подходы. Что вот профессор Вернеза, вы, наверное, знаете, один из многих ученых, которые были против Дебеллы. Не только против Дебеллы, но также Бенефачо и метод стамина. Они нашли очень много сходного между этими случаями. Бенефачо и Дебеллы случаями особенные. Они сказали, что эти эксперименты, они все промоцировались под влиянием общественного мнения. Они не базировались на научных доказательствах. Я считаю, что это очень, так сказать, релевантные компоненты, когда мы говорим о моделях принятия решения. Особенно, когда Рэнди Шекман, Нобелевский лауреат, он говорил о том, что в Аноне был вот здесь, в данном случае, вот среди них. Теперь я хочу закончить тем, что принятие решений, я надеюсь, что я смогу убедить вас, принятие решений требует когнитивных и эмоциональных компонентов, и мы должны принимать это внимание. Когнитивный и эмоциональный момент, они часто в конфликте. И принятие решений зависит от многих факторов, физических характеристик каких-то опсов. То, как мы предлагаем лечение, тот способ лечения характеристиками исходов, которые прогнозируются опциями, вероятностью, которая является степенью точности и времени, тайминга и предыдущего опыта, опять-таки, который очень важен. Не забудьте проблемы с памятью у многих пациентов. Другими словами, нам нужна комплексная модель для того, чтобы справляться с проблемой, принять все решения, планируя терапевтические стратегии, вовлечая нейропсихологические и также культурные и этические компоненты. Это то, что подразумевает то, что нейронаука должна принимать внимание. Необходимы такие комплексные модели. Спасибо.